Здравствуйте, в эфире события недели. В Крачево-Черкесии будет реализован масштабный проект по строительству плодохранилища на территории интенсивных садов, заложенных в селе Талек. Это, по идее авторов, будет самый крупный объект такого рода на Северном Кавказе. На этой неделе министр сельского хозяйства России Оксана Луд побывала в Крачево-Черкесии в сопровождении главы республики, осмотрела площадку, предназначенную для предстоящего строительства, а также интенсивные сады, которые раскинулись на полях Таллыка. Какие преимущества даст Крачево-Черкесии закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища, расскажет Мадина Каракетова. Это прорывной проект ООО «Архэсфрутлогистик» по закладке интенсивных садов на площади 1000 гектаров. А вот на этом поле в очень скором времени будет построено плодохранилище мощностью единовременного хранения до 60 тысяч тонн. Завершить строительство планируется к 2028 году. На сегодняшний день ООО «Архэсфрутлогистик» реализовал посадку интенсивных садов на площади 400 гектаров. Это будут суперинтенсивные современные фруктовые сады. Их закладка плюс строительство плодохранилища входит в модель экономического развития Карачаева-Черкесии, рассказали министру сельского хозяйства России Оксане Лут. Сады сажают нигде попало. Выбирают самые лучшие поля. Саженцы также готовы. Сейчас июль месяц, конец июля, июль уже. В июле мы раньше мечтать не могли, что можем сажать саженцы. То есть у нас было окно возможностей осень и короткая весна. Сейчас за счет того, что есть технологии, скажем так, достаточно известные, мы в своих саженцах хранилищах храним и можем вытаскивать. А хранилищах, ну там где? Питовники. Что касается оптово распределительного центра, то это будет самое большое на Северном Кавказе плодохранилище. 60 тысяч тонн фруктов единовременного хранения. Плюс самое зеленое с точки зрения экологии. С подачи главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова здесь же при плодохранилище будет построен небольшой цех по переработке продукции. Сок первого отжима, чипсы, возможно, пюре. И этот проект станет локомотивом кооперации в республике. В Карачаево-Черкесии также поощряется частное садоводство, финансируемое из бюджета республики в виде грантов. Это дополнительный заработок для местного населения. Я вам даже так скажу, вот у нас самая большая административная граница с Краснодарским краем. И один из экономически депрессивных районов был как раз на границе с Краснодарским краем. Отток населения видели. Когда мы заложили первые сады, все остановилось сразу. И первая кооперация пошла. Пошла оттуда, да. Пошла первая кооперация оттуда. Но самое главное во всем этом занятость местного населения и обеспеченность рабочими местами. Средняя зарплата здесь выше, чем средняя по экономике в республике. У нас 57, да? 57, да. 57. Но мы хотим поднять больше 60 сетей. И поэтому, конечно, для нас этот проект очень важный. Потому что, ну, вот здесь несколько населенных пунктов, откуда приезжают люди и здесь работают. И больше тысячи человек здесь. Тысяча человек. Это для нашей республики одно из, ну, таких крупнейших предприятий. Для министра сельского хозяйства России Оксаны Лут провели экскурсию по саду. Она пообщалась со студентами, которые здесь проходят практику, которые посетовали на недостаточность практических занятий. Просили по возможности пересмотреть и саму образовательную программу, сделать ее более современной. Эти пожелания были приняты министрам к сведению. В завершение экскурсии Оксане Лут предложили принять участие в посадке двухмиллионного саженца яблони. Темно-красные такие яблоки. Это уже у нас саженцы второй год после питомника. Категория 5-7+. Второй год после питомника, то есть на следующий год тоже будет урожай такой же? Да, да. Как и на тех деревьях. Будет на каждом дереве 20 яблок будет. Министр сельского хозяйства России получила приглашение посетить сад в сезон уборки урожая и лично убедиться в эффективности этой затеи, возродить традиции садоводства. Оксана Лут предложила главе республики Рожду Тимрезову представить комплексную программу по развитию садоводства в Карачаево-Черкесии. Ее изучат и по возможности будет оказана поддержка из федерального центра. Мадина Каракетова, Миха Каракелян, 200, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила и завод по переработке баранины Дамате в Черкесске. На месте провели экскурсии и рассказали, какая продукция в последнее время пользуется особым спросом и какие меры позволяют достичь высокое качество баранины. Подробнее Альбина Ламкова. Чистота и гигиена на заводе Дамате – это не просто важные аспекты производства, но и основа для создания качественной и безопасной продукции. Это первый шаг к тому, чтобы каждый продукт был произведен с соблюдением всех необходимых стандартов и требований. На заводе создана современная система контроля качества продукции на каждом этапе производства. Поддержание идеальной чистоты работниками, естественно, помимо соблюдения правил личной гигиены, проходят медицинские осмотры и надевают специальную защитную одежду перед началом работы. Все производственные помещения и оборудование тщательно очищаются и дезинфицируются после каждого цикла производства. Сижу за этикеткой, за качеством упаковки. Мы строго соблюдаем все правила упаковки и продукции готовой. После нас она еще подлежит дополнительной проверке. Завод стал важнейшей частью масштабного проекта по возрождению отрасли мясного овцеводства на Северном Кавказе. Он включает в себя сервисную компанию для фермеров, племенные откормочные площадки, селекционные генетические центры. Об этом рассказали председатель совета директоров групп компании «Домотэ» Наум Бабаева и глава Карчаева-Черкесии Рашид Темрезов, министру сельского хозяйства России Оксане Лут во время экскурсии по заводу. Особым спросом пользуется карчаевская черная, рассказывает Наум Бабаев. Перепряжение нас меняет, и он пошел в цирку. Мы будем постоянно это работать. Вот так карчаевскую черную еще упаковываем. У нас взрослый сумасшедший. Все они сразу на свой. Всего на предприятии производится более 300 позиций продукции. Она сертифицирована по стандартам халяли-каше. Реализуется через федеральные и региональные сети по всей стране. Год назад «Домотэ» в рамках модернизации запустил цех по изготовлению консервов. Производство уже налажено. В этом убедились и гости предприятия. Это вновь созданы рабочие места. Продукция консервов, как и вся остальная, уже получила популярность. Альбина Ламкова, Мухамеда Шибукова, Вести Карчаева, Черкесия. О входе двусторонней встречи. Министр сельского хозяйства Оксана Лута и главы Карачева-Черкесии Рашида Тимрезова подвели итоги рабочей поездки в республику. Стороны обсудили ключевые вопросы развития АПК региона. В частности, речь шла о растеневодстве и животноводстве. Оксана Лута отметила рост объема производства практически по всем направлениям сельского хозяйства Карачева-Черкесии. Отдельно остановились на вопросе развития плодовых насаждений в республике. Как подчеркнула министр, в регионе существует хороший плацдарм для увеличения объема производства. Что касается животноводства, то для республики это направление играет ключевую роль. Также обсудили реализацию программы комплексной развития сельских территорий в Карачева-Черкесии. Рашид Тимрезов поблагодарил Оксану Николаевну и аппарат Минсельхоза России за поддержку и эффективное сотрудничество. Отдельное внимание, безусловно, надо уделять плодовым насаждениям. То есть это преимущественно, конечно, яблоки. Здесь мы с вами обсудили дальнейшую программу наших действий. Видим в Карачеве-Черкесии отдельный плацдарм для того, чтобы увеличить объем производства яблок. Особенно в силу климатических условий, которые могут нас в целом всю страну закрыть по объемам в случае плохих климатических условий центральной части России, как это у нас с вами произошло в текущем году. Здесь, конечно, видим возможности дальнейшего развития по садоводству и будем увеличивать в этом плане объемы поддержки. Ну и второе направление, конечно, по животноводству. Понятно, что все виды животноводства представлены в Карачеве-Черкесии, но ключевым, конечно, является производство баранины. Здесь тоже посмотрели с вами бойный завод, прекрасный завод, который позволяет делать большую номенклатуру продукции, выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год. Соответственно, самый большой вопрос – это вопрос сырья. Ключевых направлений, которые мы видим, точки развития очень хорошие. Здесь уверены, что будет увеличение объема производства. Мы со своей стороны окажем максимальную поддержку в рамках нашей государственной программы. Ну а сейчас время рекламы, а после продолжим. Меня зовут Жукова Элеонора Юрьевна. Я врач-анавтезиолог-колголог. Занимаюсь диагностикой и лечением болевого синдрома, связанного с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Боль можно и нужно лечить. Живите без боли. Не терпите боль. Приходите. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Ставрополь. Карла Маркса 4. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем. В Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ясентуки. Лазерная коррекция зрения. От 14 тысяч рублей. Самая большая ценность каждого народа – это язык. Но, несмотря на все усилия, теряются и языки, и традиции. Как сохранить? Есть решение. Самоучитель черкесского языка. Приобрести вы можете, позвонив по номерам. 8-918-225-4620 8-929-861-6599 Эхо «Голоса Евразии» вновь раздастся в городах и на равнинах Дагестана, облетая на волнах телерадиоэфира всю Россию. ГТРК «Дагестан» приглашает журналистов, этнографов, культурологов принять участие во Всероссийском фестивале национального телерадиовещания «Голос Евразии». Программа «Голоса Евразии» предусматривает конкурс телерадиопрограмм, мастер-классы, дискуссионные площадки и выездные экскурсии. Более подробную информацию можно найти на сайте ГТРК «Дагестан». Один из воинов Великой Отечественной войны вернулся домой спустя 82 года. В Тиберде почтили память краснофлотца Мурата Карбиевича Семенова, погибшего в Ленинградской области в 42-м. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мыхце. В годы Великой Отечественной из Тиберды на фронт отправились четыре брата Семеновых. Ни один из них не вернулся домой живым. У родственников не было никаких сведений о местах захоронений. Но вот в конце мая 2024-го появилась информация, что поисковики Ленинградской области обнаружили на территории ожесточенных сражений личные предметы одного бойца. По ним и удалось идентифицировать человека. Он на своем значке ГТО написал свою фамилию, имя, и только по этой причине могли его идентифицировать. Потом вышли на нас, вернее, искали, искали, не могли найти. И один из друзей поисковиков, он живет в Кисловодске, сказал, что именно укорочается здесь такая фамилия, имя, потому что район был записан с ошибкой, поэтому найти не могли сразу. Но в течение трех дней они вышли на нас, и мы подтвердили свое родство с этим человеком. Речь идет о связисти 2-го стрелкового батальона 6-й отдельной бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота Мурате Семенове. Муратбий Карбиевич учился в Ейском военном училище. Затем в 1942 году его в составе морских пехотинцев забросили в тыл врага в Ленинградской области, где он в числе последних 30 бойцов и погиб. Поисковики из Объединения Святой Георгии пригласили к себе родных краснофлотца и передали все, что было найдено в блиндаже, в том числе лопату, кружку, именной значок. Для нас, для всех Семеновых, всего моего народа, всего российского народа, для нас это большое событие сейчас. Мы будем по нашим обычаям хоронить его. Кто будет присутствовать, кто пришел, оставил свои дела, работу, пришел здесь. Дань памяти нашим погибшим ветеранам, моему дяде. Огромное им спасибо. В этот день около мемориального комплекса в Тиберде собрались представители городской власти, общественных организаций, сотрудники регионального управления Росгвардии. Несколько поколений горожан отдали дань уважения защитнику Отечества, который спустя 82 года все-таки оказался на родине. На памятной плите в списке погибших участников Великой Отечественной значится и он, Мурадби и Семенов. Его останки с почестями предали земле. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Слова великого полководца Александра Суворова актуальны по сей день. Благодаря работе поисковиков в страницах истории Отечества остается все меньше белых пятен. Артур Макцем, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. В Карачаево-Черкесском колледже культуры и искусств состоялась премьера спектакля «Наш Пушкин», основанной по мотивам повести «Барышня-крестьянка». Произведения Александра Сергеевича переводятся на десятки языков мира и ложатся в основу театральных постановок. И в юбилейный год, со дня рождения великого поэта, поклонников его творчества, ждала постановка спектакля «Наш Пушкин» по повести «Барышня-крестьянка». Спектакль о том, какой Пушкин разный, о том, как рождались его стихи, сказки и поэмы. Постановка «Наш Пушкин» в адаптации известного драматурга Зураба Бимурзова, режиссера Анзора Емкужева, о безусловном таланте великого поэта, о том, что он вне времени и также актуален и сегодня среди молодого поколения. Спектакль погружает зрителя в совершенно особый мир, мир богатой народной культуры и творчества. Отметила свой юбилей заслуженный журналист Карачаева-Черкесии, главный редактор газеты «Черкес-Хэко» Люсана Абедокова об отношении к юбилейным датам. И в своем творческом пути Люсана рассказала нашему корреспонденту Бали Джозаевой. Здравствуйте, Люсана. Рада видеть сегодня у нас в гостях. Пусть чуть с опозданием, но все-таки позвольте вас поздравить с вашим юбилеем, прекрасным юбилеем. Я хочу спросить, как ощущения, как вы себя чувствуете? Это как-то отразилось на вашей жизни? Во-первых, благодарю за приглашение, за то, что вы каждый раз выделяете внимание и мне, и нашим печатным журналистам. Мне это очень приятно. По поводу того, ощущаю ли я свой возраст, я бы сказала, знаете как, это самый расцвет сил, на мой взгляд. Время, когда человек приобретает опыт, жизненный опыт. И на мой взгляд, я сейчас уже могу смело смотреть в будущее. То есть приобретя уже какой-то жизненный опыт, пройдя какие-то ошибки, я сейчас уже могу сделать какие-то выводы и двигаться вперед. На самом деле, в отметке 50, как мне кажется, сходится в моем случае женское, личностное, материнское, профессиональное. Вот это все, мне кажется, у меня сошлось именно в 50. Сейчас, я так думаю, мне не нужно никому ничего доказывать. Я самодостаточный, самоуверенный. Может быть, это чуть-чуть неправильно так говорить, но я уверенный в себе человек. Подойдя вот к 50 годам, я так себя чувствую. И это прекрасно. Люсана, это очень глубокий ответ, но все-таки вернемся, наверное, к истокам, корням. Какие они? Откуда у вас творческая жилка? Корни творчества, мне кажется, все-таки из моей семьи. Я, во-первых, родилась в таком интереснейшем ауле, где, вот если взять все черкесские аулы в целом, мой единственный, мой аул, Алибердуковский, дал столько творческих людей, сколько все аулы в целом не дали. Понимаете? То есть я в таком живописном, во-первых, месте родилась, в ауле Алибердуковском, где каждый, наверное, десятый журналист или писатель, или поэт. Кто не знает, Мухаддина Бемурзова, кто не знает, Мухаммеда Нахушева. Это величайшие поэты нашего народа. Вот такие люди у меня родились в ауле. Ну, помимо этого, кстати, они же, вот, например, Мухаддин Бемурзов, Хасин Шоров, вот они были моими наставниками в школе, да, они прививали мне любовь к родному слову, к истории своего народа, к культуре своего народа, да и в целом Карачаевой Черкесии. Ну, а если уже, что касаемо моей семьи, действительно, я родилась, могу сказать, в творческой семье. Если чуть-чуть копнуть глубже, то в Черкесии моя бабушка была одной из самых знаменитых гармонисток. Вот, ее дети, мой родной дядя был народным певцом Карачаевой Черкесии. Кстати, моя первая книга посвящена именно ему, Шевхужев Галим Давлетович, вот, чей бархатный голос до сих пор помнит наш народ и даже представители других национальностей. Вот, мой отец очень красиво пел. Такой прекрасный голос у него был. Кстати, не имея, ни Галим не имел музыкального образования, был и ни папа не имел. Просто вот Всевышний одарил вот... Самородки. Да, самородки, совершенно верно, самородки. И все-таки, Люсана, кровь не вода. Я помню, что вы выпускали диск с песнями вашего родного дяди, который был действительно гениальным народным певцом. Это несомненно. Это несомненно, Белл. Во-первых, правильно было отмечено, что мой родной дядя, не имея музыкального образования, до сих пор на слуху у народа, настолько был действительно гениальный самородок. Человек, который просто любил музыку, сочинял музыку, пел, выступал на всевозможных фестивалях. Его награждали дипломами первой степени, не имея музыкального образования. Ну и папа был, как я отметила, действительно, папа был безумно влюблен в музыку. Он каждый раз, вот когда мы оставались дома, я видела, как папа про себя поёт, какие-то патриотические песни, какие-то лирические песни. Конечно, это всё не могло не сказаться и на его детях. Но помимо творческого воспитания, у меня папа человек, по примеру которого я, например, сейчас живу. Мой отец нас учил жить по канонам адыга хабса. Я никогда не забываю, когда он нам говорил, вот я могу это на своём языке сказать, «Если тебя ударили булыжником, ответь хлебом». Даже это уже даёт понять, как жить нужно человеку. То есть он всегда учил не опускаться до уровня злых людей. Добро ведь всегда возвращается был. Я убеждена в этом. Нужно действительно всегда ценить и добро, и относиться к людям с добротой, потому что оно действительно всегда возвращается. Лисана, у меня такое ощущение, что вот в ваших ладонях поместится весь мир. Вы до такой степени открыты этому миру человек, и рядом с вами абсолютно разные люди, и каждый из них по-своему исключительен. И у вас к каждому есть подход. Спасибо огромное за такую оценку. Но на самом деле я живу, знаете, по каким принципам? Я очень искренний человек. Просто надо быть искренним, и всё. И больше ничего не нужно. Когда человек искренен, когда человек говорит, что думает, он счастлив. Абсолютно. И люди, которые его окружают, тоже так же счастливы. Поэтому тут абсолютно даже не нужно думать, почему так происходит. Просто надо быть искренним и родным человеком. Сейчас очень редко, когда человек может говорить то, что думает. Люди ходят в каких-то масках, когда хочется человеку улыбаться, а он плачет. Наоборот, хочется человеку плакать, а он улыбается. Вот таких моментов у меня нет. Если я хочу, я плачу. Если я хочу, я улыбаюсь. Хочется теперь поговорить непосредственно о вашей любимой профессии, национальной профессии, которую вы отдали уже больше двух десятилетий. И мне кажется, вот здесь вы себя нашли. Наша работа не из легких. Не из легких. Я всегда говорю о том, что нужно искренне любить свою профессию, особенно журналистику, чтобы в этой среде преуспеть. Это очень важно. Сейчас я считаю, что газета и сейчас сохраняет важность, свою важность существования. Да, сейчас век каких-то информационных технологий, но всё-таки газета, я буду повторять это всегда, газета является летописцем народа. Именно народа. Сейчас хотелось бы коснуться столетия нашего столетия. В этом году, сто лет нашей газете Черкесхаку, так же, как и газете Карачай, мы в этом году отмечать будем столетний юбилей. Поэтому часто обращаемся к архивным материалам. И вы знаете, я о чём думаю. Когда листаешь вот эти старые-старые подшивки, понимаешь, что там именно сохранилась история и культура каждого народа. Каждого народа. Я не хочу никого обидеть, но газета на сегодняшний, я считаю, что газета должна существовать, существовала она, существовать должна и сейчас, и в будущем. Люсанна, раз мы заговорили о газете, это единственный печатный орган на черкесском языке. Столетие – это большой юбилей, это глобальный юбилей. Какие-то мероприятия будут организованы? Хочу, знаете, сказать о том, что мы то счастливое поколение, которому, повторюсь, посчастливилось отметить вековой юбилей нашей газеты. Хочется, чтобы в дальнейшем газета процветала, хочется пожелать, чтобы у нас были содержательные материалы, чтобы они были злободневные, чтобы наши читатели, преданные читатели, действительно всегда были рядом с нами. К столетию нашей газеты мы начали готовиться еще в конце прошлого года. То есть запланировали очень много мероприятий, которыми, конечно, мы хотим отметить вековой юбилей нашего издания. Я могу даже сказать, что подготовительный этап, именно подготовительный этап мероприятия практически полностью завершен. Я более того скажу, мы провели несколько уже мероприятий, приуроченных столетию. К примеру, волейбольный турнир в Хабиевском районе прошел с участием очень многих команд. Что было важно для нас, чтобы в этих именно мероприятиях участвовали, участвовала молодежь, потому что преемственность поколений, правильно, кто у нас должен знать историю нашей и страны, и республики, и вот нашей непосредственно газеты. Конечно же, наше молодое поколение. Поэтому мы привлекли команды именно молодых людей и прекрасно прошел в Гули Хабес в спорткомплексе ХАТ. Еще не менее важный, я бы сказала, на сегодняшний день это наша гордость, это то, о чем я не могу сейчас не сказать, хотя еще ни одного интервью не было. Наша девочка только-только вернулась. У нас было запланировано восхождение на Эльбрус. Мадина Катаева, Мадина Асланукова, вот, это одна и та же девочка, вот, она взошла на вершину Эльбруса на высоту 5 642 метра и тем самым отметила юбилей нашей газеты. Люсана, как бы вы себя характеризовали, вот в чем ваша миссия, к чему стремитесь в жизни? Свою миссию, я считаю, заключенной, знаете, в чем? Я хочу быть полезной и своей республике, и своему черкесскому народу, и своей, естественно, газете, в которой я уже проработала более 20 лет. Мне кажется, каждый человек должен заниматься своим делом. когда ты занимаешься своим любимым делом, тогда есть результат, тогда есть успех, тогда у тебя все получается. Как сказал Конфуции, выбери себе работу по душе, и ты ни одного дня не будешь работать. Это обо мне. Меня работа не утомляет, наоборот, подстегивает, наоборот, дает сил, наоборот, я стремлюсь все больше и больше развиваться. Вы абсолютно правы в том, что, и я считаю так, женщина, для женщины самое главное, наверное, все-таки это семья, это семейный очаг, и я и в этом преуспела. Да, мне дают силы мои дети, мой внучок, который сейчас подрастает, их успехи. У меня Вадим профессиональный футболист, играет в нарте. Снежана профессиональная волейболистка. Скорее всего, я сама бывшим тоже профессионально занималась спортом. Вот это все, мне кажется, дает силы, их успехи, их удачи, поэтому я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Александр, еще раз хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Хочу сказать, от себя добавить, что вы очень открыты, очень позитивный человек. Я желаю вам добра, я желаю вам творческого вдохновения, я желаю вам здоровья, и спасибо, что сегодня вы были гостей нашей программы. Спасибо вам. Спасибо огромное, всем хочется пожелать мира, добра, счастья и благополучия. Еще раз спасибо, было бы. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующий, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Хорошего вам выходного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова